Рада приветствовать всех зрителей этого видео. Я это видео посвящаю в первую очередь родителям 10 и 11 классников. Я в нем расскажу про себя, про свой путь как преподавателя, для того, чтобы вы понимали, кому вы доверяете своих детей. Итак, приступим. Моя любовь к математике началась с самого начала, так скажем, чуть ли не с первого класса. Я даже пару лет назад вспомнила о том, что во втором классе, когда мы писали сочинение о том, кем мы хотим быть, когда вырастим, я написала сочинение о том, что я хочу стать преподавателем математики. На какое-то время забылась у меня про это совсем, и вот пару лет назад вспомнилась, и оказалось вот так интересно, что в итоге этим преподавателем математики я стала. Так что моя мечта детства сбылась. И вот на протяжении всей школы мне достаточно хорошо давались в целом технические предметы. Да так хорошо давались, что в 10-11 классе я писала много олимпиад по физике и по математике. Выходила на какие-то там этапы региональные и далее. А в 11 классе я написала олимпиаду МФТ и по физике, которая принесла мне 100 баллов за ЕГЭ. То есть, несмотря на то, какой бы у меня был результат на экзамене, на реальном, мне засчитывали за 100 баллов. И вот в 11 классе, а, кстати, училась я в Липецке, я училась в небольшом городе, я как раз выбирала, куда мне поступать, выбрала в итоге Москву. Да, действительно, у меня были открыты двери, так скажем, во многие технические вузы страны. Я долго выбирала, куда бы мне поступить, смотрела различные факультеты, и в итоге остановилась на МГСУ. Это Московский государственный строительный университет. Почему на нем? Долгое время я думала и поняла, что мне наиболее интересно действительно развиваться где-то в техническом каком-то направлении. Однако мне бы хотелось бы видеть именно результат своей деятельности в реальной жизни. И кажется, что как раз проектирование зданий, мне тогда казалось, это самое такое вот подходящее для меня направление. Потому что потом можно пойти, выйти на улицу, глянуть на то здание, которое я спроектировала. Ну, не знаю, что, порадоваться, наверное, после этого. И я поступила без проблем, мне баллы позволяли это. Я переехала в Москву и начала учиться там. И как раз примерно на первом курсе начала искать подработку, так как не хотела брать у родителей деньги, и ее нашла. Это были образовательные центры оффлайн, которые готовили ребят либо к экзаменам, либо, допустим, ребята туда приходили для того, чтобы потянуть какие-то предметы школьные. Также там были и творческие какие-то курсы. И это все проходило в формате именно групповых занятий. И вот долгое время как раз и начала я именно с групповых занятий. И думаю, что как раз с тех пор у меня именно вот эта любовь, именно к занятиям в группах и осталась. Так еще и практика показала, что именно групповые занятия наиболее эффективны. Это, по моему мнению, опять то, что я вижу, то, что вот у меня было. Несмотря на то, что репетиторством я тоже занималась, однако всегда как-то оно мне меньше нравилось, что ли. И что я еще увидела и в чем я убедилась, что именно в группах из-за того, что мы, как люди, животные, все-таки социальные, ребята показывают лучший результат, потому что рядом есть те, кто тебя понимают, с кем можно пообщаться, с кем можно поделиться. И в итоге ребята лучше показывают себя в том предмете, в котором они как раз-таки развиваются. И вот таким образом в 2013 году как раз на первом курсе я начала свою преподавательскую карьеру, так скажем. Помимо преподавания я занималась многими другими вещами, например, я писала учебники как раз для нашего внутреннего пользования внутри образовательных центров, методички я к ним писала, я писала задания для олимпиады, проводила эти олимпиады, разбирала с ребятами эти олимпиады, а также еще ездила в образовательный лагерь. Считаю это, наверное, наиболее таким хардкорным, наверное, опытом, который был в моей жизни, потому что мы выезжали на несколько дней, ну на неделю, получается, за город, и ребята занимались там и готовились к ОГЭ и к ЕГЭ каждый день по 6-8 часов. И для меня, как для преподавателя, это, конечно, был такой прям удар вообще опыта, потому что надо было каждый день готовиться к занятиям, надо было анализировать ошибки, которые ребята допустили в предыдущем, не от этого отталкиваться и простраивать программу для следующего дня. В целом с ребятами очень такое глубокое погружение получается в предмет, потому что каждый день мы занимаемся по несколько часов. Это было крайне-крайне интересно. Я думаю, что за плечами у меня где-то несколько десятков, наверное, смен, которые я вот так вот отъездила в роли именно преподавателя. В итоге, по прошествии четырех лет, когда я уже заканчивала университет, закончила, кстати, университет я с красным дипломом, так же, как с IT-школой я закончила тоже с золотой медалью, передо мной встал вопрос, чем заниматься дальше. С одной стороны, я уже отучилась на строителя, да, на проектировщика, с другой стороны, я понимала, что душа моя не лежит к занятиям, которые не включают в себя общение с другими людьми или какое-то как раз вот это вот обучение. И с другой стороны, да, у меня был опыт вот этих четырех лет преподавания, не по профессии, правда, я долгое время сомневалась, чем же мне заняться. Однако за меня это, можно сказать, ну, решили. Меня позвали, так как у меня были очень хорошие результаты, у меня было много учеников, все были довольны, у меня есть ученики, которых я вела там с 8 по 11 класс, выпускала, они уже, это уже взрослые ребята на данный момент, которые давным-давно закончили университет, с лекторами из них мы продолжаем общаться, потому что у нас хорошая такая, хорошая дружба такая сложилась. И, собственно, поэтому меня позвали быть наставником преподавателей. Я их обучала, я их отбирала, я выводила их на группы, а потом приезжала, смотрела, как они ведут занятия, давала обратную связь, какие-то советы, как лучше проводить, как лучше добавить какие-то интересные механики, потому что в свое время я, конечно, каждое занятие старалась делать максимально интересным, у нас были игры, мы что-то там делали и параллельно решали задачи, это всегда было весело достаточно, у нас проходили эти занятия. Таким образом, я проработала год, то есть с 2017 по 2018, и мне захотелось перейти из офлайна в онлайн. Очень мне хотелось какой-то этой свободы, свободы передвижения, чтобы я могла с ноутбуком путешествовать, допустим, и в то же время работать. И тогда я стала методистом в онлайн-школе, это уже была онлайн-школа для взрослых, что тоже принесло очень хороший и интересный опыт, так как все-таки ребята 10-11 класса это уже не дети, и приемы педагогики начинают работать хуже, и здесь как раз мне помогли вот эти знания андрогогики, это, если что, учение о том, как учить взрослых именно. И вот этот такой симбиоз педагогики и андрогогики как раз-таки я и применяю до сих пор, как я тогда начала, именно в обучении вот ребят 10-11 классов. И вот как раз во время того, как я работала методистом в онлайн-школе, я параллельно консультировала в целом людей, которые открывали тоже свою онлайн-школу, они приходили ко мне запросом на именно консультацию по методике, то есть я помогала им либо усовершенствовать их программу обучающую, которая у них была, либо в принципе с нуля ее написать, либо добавить какие-то механики интересные, которые помогали бы не терять мотивацию в течение обучения. И вот за все время моего такого консультирования, думаю, что через мои руки прошло, ну, 10-20 онлайн-школ, с которыми мы спроектировали обучение, сделали программу, либо усовершенствовали ее. И вот как раз на одной из таких консультаций я познакомилась с ребятами, которые на тот момент занимались как раз именно форматом подготовки к ЕГЭ. Мы с ними вместе тоже я помогала там в некоторых моментах именно в их школе. И все это время я не бросала преподавание математики, у меня были ребята именно вот индивидуальные, группы у меня как раз вот на то время закончились, я поэтому очень скучала. И когда мне предложили стать преподавателем математики снова в группах и еще и в онлайн-формате, я, конечно же, согласилась. И вот получается, с 2020 года я именно в таком формате преподаю. То есть я веду занятия онлайн, у нас есть домашки и так далее. Ну, там, в общем, там очень-очень много всего внутри этого онлайн-курса. Конечно же, после перехода на такой формат я не остановилась в том, чтобы что-то новое сдавать, совершенствовать свою методику, свой стиль преподавания и вот это вот все. Поэтому я постоянно прохожу обучение. Я в основном, мне интересно изучать именно подходы, новые приемы, как можно по-другому преподносить материалы, как можно именно какие-то механики новые добавлять в свое обучение, чтобы ребятам было интересно, не только полезно, но еще интересно. А я считаю, это, ну, вообще основа. Если тебе интересно, то тебе будет и проще намного разбираться с любым предметом. И помимо этого еще я прошла дважды обучение на эксперты ЕГЭ официально от ФИПИ. ФИПИ это такая организация, которая, собственно, и организует полностью весь ЕГЭ, пишет к ним задачи, потом проверяет, потом отчитывается о результатах. Я прошла дважды обучение. Каждый раз, когда что-то меняется в экзамене, когда меняются критерии проверки, я иду снова учиться, узнаю это все, завершаю успешно, получаю сертификат. И потом ребятам уже на своих занятиях рассказываю о том, как им правильно оформлять свои задачи во второй части, какие задачи могут им встретиться, какие задачи не могут им встретиться. Это крайне важно в математике, потому что, к сожалению, есть очень много сборников, есть очень много сайтов открытых, официальных, на которых лежат задачи, не соответствующие официальным документам именно. Все эти документы мы изучаем как раз в рамках обучения экспертов. Мы знаем, какие темы могут встретиться, какие не могут темы встретиться, насколько часто они попадаются и так далее. Ну и если говорить о результатах именно вот этого формата онлайн-преподавания в онлайн-школе, то они говорят сами о себе, вы можете почитать в группе ВКонтакте, они открытые, мы их не чистим, не удаляем, они все остаются, можно их все просмотреть, что ребята пишут, с какими баллами они пришли, с какими баллами они ушли в итоге, то есть на что они написали реальный экзамен. Ну и, наверное, самое приятное всегда в этих комментариях читать о том, что многие ребята полюбили математику во время наших занятий. Для меня это, наверное, самое такое приятное, что отмечают ребята, потому что я математику люблю очень сильно, всем своим сердцем, она всегда со мной, вокруг меня. И когда ребята приходят с каким-то, ну, таким отношением, ну, неприятным каким-то, их там, допустим, в школе обижают учителя или говорят, что у них что-то не получится, и они наконец-то вот начинают чувствовать, что у них получается, что это им интересно, и они реально влюбляются в математику. А есть даже некоторые такие ситуации, когда ребята, например, меняли вообще свои планы на будущее и решали становиться преподавателем математики после прохождения моего курса. Ну, это, конечно, всегда самая такая большая, наверное, благодарность, самый большой такой показатель моей работы, что мне всегда очень-очень приятно читать. Ну, и на этом моя история окончена, она, конечно же, будет продолжаться в дальнейшем, я продолжаю изучать, я продолжаю учиться, каждый год я беру специально себе какие-то дополнительные новые и новые курсы для того, чтобы смотреть, какие есть новинки в сфере образования, чтобы какие-то идеи подчерпывать, и, в принципе, не забывать, каково это быть учеником, потому что я считаю, что это самое важное, чтобы учитель не терял это чувство, каково это, чего-то не знать, потому что если сам чувствуешь такое, и понимаешь, каково это, то тогда проще встать на место ученика и объяснить ему наиболее понятно. А я на этом буду прощаться, спасибо большое, что вы посмотрели это видео, буду рада видеть вас, учеников и родителей, в том числе, тоже на своих занятиях, и до скорых встреч, прощаюсь, пока-пока!